Дождливый день Сиде продолжается, который пророчили Гесметио. Вот такое чувство, что тучи не смеют приближаться к курортной зоне. Они окружили Сиде с трех сторон. Ну а сюда они идут, и это очень хорошо, такие пальмочки, слосятся, красота. На канале много разной информации об отдыхе в Сиде, заходите, пожалуйста, и смотрите. Если такой формат видео вам нравится, подписывайтесь. А Сиде видео я снимал много. Сегодня 14 ноября, по Гесметио сегодня дождливый день. Ну вот дождливый день Сиде выглядит как-то вот так. Ну и чтобы вы понимали, да, я одет на легке, и вот по солнышку идти даже жарковато. Возможно, Гесметио не уточнил, что в Сиде в горах дождь, а там реально такие тучи, что скорее всего там и дождь и идет. Вот какая приятная неожиданность для туристов. Вот реально, где горы, там и тучи, и где тучи, там и горы. Пообедать я планирую вот в этом кафе. Здесь что удобное для туристов. Картинки есть, и это очень здорово. Я могу увидеть, за что я буду платить денежку, что я буду кушать. Надо только уточнить, где курочка, где говядина, где баранина. Расположение вот здесь рядом Вайкики, магазин, здесь перекресток, к той стороне старый город получается, и вот такой вот блокшток. Вот такое вот окружение, здесь же обмен валюты. Такая атмосфера, я насяду на солнышке погреюсь, выбираю место и поменю. Так, вот здесь вот по сути, а, здесь курица верхняя часть, внизу мясо, говядина, отличается по сути только тем, что здесь лаваш, здесь булка, вот, стоит 10 лир, 100 рублей, да, я попросил еще айранчик добавить, плюс 4 лиры, 14 лир будет стоить. Вот в таком вот симпатичном месте, с таким замечательным видом, здесь также указаны телефоны, не знаю кому это надо, и надо и вечером такой выглядит как-то. Вот так сяду-ка я на диванчик, здесь можно расположиться, он помягче, посидеть, понаслаждаться видом. Предположительно, готовить такое блюдо будет недолго, где-то 1-2 минуты, так что достаточно быстро можно зайти перекусить. Пока жду, поделюсь маленькими впечатлениями. Старый город очень понравился, по нему здорово гулять и днем, и вечером, вечером там все посвечено. Развалины, которые знаменитые храмы Аполлона красивейшие. Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть, по сути, там под песками, под даже современным городом, если его убрать, там метр два снять, что сейчас, кстати, и делают там, снимая свой земли. А между тем, раскопки продолжаются. Люди работают, раскапывают историю для туристов, для нас. Там еще можно много интересного найти, я думаю. Ну, как-то так все это делается. Делается, но не спеша, не массово. Поэтому, я считаю, что где-то процентов восемьдесят еще скрыто подлежит раскопку. Сам ноябрь месяц очень приятный для прогулок, для купания, в принципе, уже даже можно немного позакаляться, так умеренно. Солнышко припекает, а туристов мало, цены низкие на многие товары. Можно просить смело скидки. Спасибо. Спасибо. Вот так вот все выглядит. Так, ну что, буду пробовать. Давайте попробую сначала айранчик, открою. А почему я сейчас его взял? Потому что здесь есть острые такие вот перчики. И когда вот острота прям доходит до такого, оно сильно ждет, да? Можно глоток сделать, наверное, и острота очень хорошо сбивается им. Ну и в целом полезен для пищеварения и снижает тут вредное воздействие на желудок остроты. Вот. Сейчас пробую. Так, вот лаваш. Вкусно. С ихними специями. Трудно словами передать. У нас таких вкусов нет. Чуть-чуть остренького перчика. Готовили 3-4 минуты примерно. Вкусно. Вкусно. Очень даже вкусно. Плюс немножко витаминов свежих. Сама шаурма не острая. Там мясо, зелень. Все, да? О, как и блюдо. Ну, давайте подрезюмируем. Здесь вкусно, здесь свежее все. Покушаю я все с удовольствием. По-моему, хорошо? Окей? Окей. Ну. Симпатичные автобусы пересходят. Таких я больше нигде не видел. Вот еще один поехал. Далмуши, по-моему, называется правильно. На байках, кстати, местные катаются. Без шлемов. Ну, я не знаю. Может быть только в курортных городках так можно. Полиция и есть. Полицию я замечаю. Не сказать, что их много. Но они так время от времени появляются. Либо вечер могут где-то. Либо по набережной пройти. Либо проехать там мотоциклы. Причем на таких. Ну, прям крутые мотоциклы. Современные. Впечатляют. Туристы не спеша по улочкам ходят. Их немного, но они есть. Денечек солнечный. Перекусить, допустим, на обед. Если вы далеко идите неохота. Или попался вам какой-то по пути. Почему бы и нет. Собственно, 10 лир. За посидеть в этом месте. Покушать. Ну, с Айраном 14 лир. Вполне себе. Вау-эффект от вида. Который открывается от его кафе. Прям класс. Радуется, не радуется. Попробую рассчитаться картой. Не спросил, можно или нет это дело сделать. Но обычно, как бы это. Без проблем. Рассчитываться можно. Все. Спасибо. Вот так. Включили его. Мощно. Все. Без проблем. Рассчитался картой. Все. На все. Про все. 14 лир. Еще раз. Такое сниму. Представленное блюдо. И вот такая обстановка. И вот такое окружение. Все. Спасибо этому дому. Пойдем на к другому. Такие свежие мореподукты. Все.